Иду до метро Алтуфьева от поликлиники на Дубнинской. Вот перешла пути железнодорожной по необорудованному переходу. До оборудованной еще там метров, наверное, 700 было Леонозова. Вот, и сейчас через дворы я иду до метро. Сколько тут? Ну, может, там километра полтора, может, чуть больше. И вот не устаю радоваться. Утром прошел дождь. Во-первых, как бы дышать свободно, словно сейчас карантин. Ну, рабочий день. Народу вообще нет. И все дворики такие уютненькие, чистенькие, оборудованные. Везде какие-то идут работы, новостройки. Ну, просто преображается, и жизнь улучшается. Вот детские площадки в каждом дворе. Вот просто в каждом дворе. Это просто вот жилой комплекс, по которому ты идешь до метро. Это не парк, ничего. Но тут везде-везде зеленое насаждение. Везде все зелено, воздух. Ну, чище, конечно, чем в центре. Что там по содержанию всяких, я, конечно, не знаю. В Леонозово, тут вообще райончик построен. Как бы раньше там сады были яблоневые. Там прямо под окнами у людей яблони, черемухи, боярышник, жасмин, сирень. То есть идешь, в общем-то, и вспоминаешь свои южные родные места. Вот. Чем тебе не прогулочка, да? Потому что времени нет сейчас у меня. Обследование. Врачи. Возраст уже. Это даже, я не знаю, ну вот просто площадочка. Вон беседочка. Площадка. Везде скамеечки. Самые маленькие уголочки. Самые загаженные были места, по которым я ходила еще там буквально 20 лет. Но для меня это вчера, с 2000-го. Для меня это вообще новая история. Вот. И все эти парки я ходила по Бурелому. Останкинский, Ангарские пруды. Потом вот на Щелковской я еще ходила тоже. Ну, это был, наверное, 2009 где-то год. Вот. Тоже сейчас там сиреневый сад просто сказочный. А ходила, месила грязь. Бурелому, все нечищенное. Ну, в общем, вот. Еще и, кстати, хвойные насаждения. Вообще супер. Классно. И все. Значит, вот сейчас мы нарушаем немножко. Так. Ну, нам уступили место. Пропустили. В общем, тут идешь... Я представляю, как в Гальяново. Гальяново, Измайлово. Там же вообще тоже сплошные парки. Сплошные парковые зоны. На самом деле в Москве, даже вот по Большой Грузинской я ходила, там тоже много зелени возле зоопарка. Есть, конечно, все, как бы, голые места вырублены. Ну, и поскольку там все-таки трафик большой и большая загрязненность, конечно, в центре, как бы там ни говорили. Я 12 лет прожила на третьем транспортном, на Рижской. 12 лет месила грязь. Вот, пожалуйста, площадочка какая миленькая. Вот, ходила еще поверху через проспект Мира. 99-й год был. Начинала строиться там развязка. Ну, в общем, так же, как мой город. Вот Москва сейчас на моих глазах строится, улучшается. Чем люди недовольны? Ну, просто не знают, как бы, плохих времен. Те, кто родились там в 90-х, самых тяжелых. Рождаемость, правда, была очень низкая, высокая смертность была. Сейчас рождаемость хорошая. Смертность во многих нормальных регионах, где не бухают, не воруют губернаторы. Везде эти перинатальные центры построены. Спасают и детей, и, как бы, мамочек. Вообще не знаю, чем люди, какие претензии могут быть.